итак все детальки у меня готовы это туловище хвостик грива две ручки две плотно набитые ножки вот такие ушки и рожек ушки и рожек я вывернула на изнанку и слегка за потянула за кончики чтобы они были более остренькие и мордочка мордочку мы слегка набивая синтепоном или хлорофайбером и тоже пришиваем сейчас на примере ручек я покажу как пришивать детали чтобы все смотрелось аккуратно и было достаточно крепким остальные детали будут пришиваться аналогичным образом вот она ниточка которую мы оставляли в конце вязания я ее всунула в просунула в иглу с широким ушком теперь мы примеряем где у нас будет ручка и мигу то нибудь в между петелек и выводим ее вот с другой стороны не сильно не тянем чтобы не перетянуть шею единорогу теперь в эту же петлю в эту же вот дырочку откуда у нас ниточка выходит с обратной стороны мы снова вставляем иглу и выводим ее опять же с другой стороны прихватывая уже в другом месте ручку и опять прихватываем как нам нужно и с той стороны выводим аккуратненько таким образом на игрушке у нас меньше стежочков и смотрится это достаточно аккуратно когда мы закончили пришивать ручку все нам нравится как она сдержится мы нить просто опять же просовываем в ту дырочку от которой нить у нас идет где-нибудь выводим ее в другом месте опять прессом в эту же дырочку выводим еще в другом месте и после этого ее просто можно будет обрезать аккуратненько она никуда не денется ручка наша то есть никаких узелков ничего не надо вот вторую ручку пришиваем точно также единая рожка почти готов осталось пришить ему глазки сделать пару стежков на носике чтобы были носики и повязать бантик пришивать глазки я буду нитью основного цвета у меня глазки будут бусинками они мне нравятся больше но я обещала вам показать как смотрятся глазки такие которые наклеивать сейчас я их попробую приложить чтобы вы для себя решили что вы хотите как-то так они будут смотреться еще есть кругленькие мне больше нравятся бусинки поэтому я буду пришивать именно их а а и а а и и и и а и а Мне осталось сделать единорожеку бантик. Для этого я сделала вот такое приспособление. Два карандаша воткнула друг напротив друга в плотную коробку, чтобы они более-менее были устойчивыми и не двигались. Теперь я беру атласную ленточку. И все очень просто. У меня будет двойной бантик, поэтому я делаю два оборота вокруг моих карандашей. Вот они, два оборота. Теперь обе, и этот кончик, и этот, я их сзади перекрещиваю. Таким вот образом. И завожу сюда, и назад. А сзади завязываю на обычный узелок. А сзади завязываю на обычную клубку. Вот они. Субтитры сделал DimaTorzok Малыш-единорожка готов Вот такой мимимишный он получился С такой симпатичной гривой разноцветной Это его друг Он уже немножко потрепанный Обратите внимание, что он чуть-чуть покрупнее Хотя вязался по одной и той же схеме Но немножко из другой пряжи Вот, также на размеры игрушки влияет Насколько туго вы вяжете Насколько плотные у вас петельки Это все можно регулировать В принципе, все должно быть понятно Внимательно читайте описание Схему, которую я подробно для вас расписала Если что-то непонятно Если есть вопросы Обязательно задавайте в комментариях Я отвечу Также хотелось бы знать Ваше мнение В каком формате снимать видео Записывать ли весь процесс Вязания полностью на видео Или вполне достаточно Таких фотографий Как были в этом мастер-классе На этом все Подписывайтесь на канал Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok